Всем привет! Меня зовут Елена, и вы на канале EasyRussian. Наступила осень, дни становятся короче, скоро похолодает, но у меня почему-то прилив сил, хочется начать что-то новое. Наверное, это потому, что 1 сентября в России начинается новый учебный год. Все дети от мала до велика собирают свои рюкзаки и отправляются навстречу знаниям. Мои друзья и коллеги из Екатеринбурга отправились 1 сентября не в школу, а на улице города. Они узнали у прохожих, помнят ли они, каким было их первое, первое сентября. Посмотрим! С чем у вас ассоциируется первое сентября? С дождем. Всегда дождь был на первое сентября, сколько я помню. Да, с цветами, конечно. Куча цветов у учителя в кабинете. В школе стоят классные руководители с табличками, там, первый А, первый В. Куча родителей с фотоаппаратами, всех фотографируют. Бантики, юбочки. С какой-то школьной атрибутикой вроде бантиков, там, фартучков у девочек. Теперь уже с беготнёй по магазинам, подготовкой детей к школе, очереди в детском мире и поиск гладиолусов в одиннадцать вечера. Вот это мои ассоциации теперь. Можете ли вы вспомнить, каким было ваше первое сентября? Это было очень волнительно. Мама, папа стоят, смотрят на тебя. А ты такой, ой, а куда мне смотреть? А кто моя учительница? На кого мне положиться вообще? Они так смотрят. Давай, давай, всё, смелее. Это всегда очень волнительно. Ты помнишь свой первый сентября? Да, мне дали букет и отправили в школу. Я училась в казахском лицее. У нас было очень маленькое здание. Я была, по сравнению со сверстниками, очень маленькой. Поэтому я толком ничего не видела, потому что меня толпа закрыла. Ну а так, был тёплый, ясный день. Мы потом пошли в кафе отмечать этот праздник. Так что воспоминания хорошие. Был дождь, было очень много цветов. Я помню, что в коридорах школьных было очень тесно, было очень много людей. Всегда шуршали букеты. Все куда-то мельтешили, торопились. Я не понимала, куда идти. Я помню, как мы гадали, кто из этих взрослых женщин наша классная руководительница. Я случайно попал в другой класс. И меня отвели в итоге в свой. Я опоздал на урок. Радуга. 97-й год. При выходе с линейки. И прически у всех одинаковые, пальто у всех одинаковое. В общем, потерялся, ушёл за матерью. Одноклассниц перепутал со спины, не узнал. У меня есть любимая фотография с мамой с первого сентября. У меня был очень красивый букет. Да. Я читала стихи первого сентября. Мне запомнилось, как мы пускали шарики в конце первого сентября. Мне было жалко его отпускать, потому что он мне понравился. Я хотела его домой забрать. Как прошло твоё первое сентября? Очень хорошо. Мама говорит, что я хорошо махала и улыбалась на линейке. А после линейки вы куда пошли? Мы пошли на первый урок. Но это был не совсем урок. Там сначала к нам пришли гости. Там дети переодеты в всяких персонажах мультиков. И не мультиков даже. Там к нам ещё приходил Кузя. И даже шипокляк. Обычно дети отправляются в школу в 7 лет. Но детей, которые родились осенью, часто отправляют в школу в 6-летнем возрасте. Обучение длится 11 лет. С 1 по 4 класс – начальная школа. С 5 по 9 классы – основная или средняя школа. 10 и 11 классы – это старшая школа. Что обычно есть в рюкзаке у первоклассника? Пенал. Тетради, учебники, азбука. Попить, поесть. Учебники, тетрадки, шоколадка. Да, и водичка. По-любому, на всякий случай. Шоколадка – это хорошо. Ну, ручка, тетрадка там, я не знаю, дневник может, фломастеры, точилка. Тетрадки в косую линейку. Тетрадки в большую клетку. Учебники, естественно. Папочка такая, набор для изобразительного искусства. И огромный пенал со всем, что там только может лежать. Цветные карандаши, ручки, фломастеры, потому что первоклассники в основном рисуют. Синяя ручка, зеленая ручка, красная ручка, простой карандаш, набор цветных карандашей, пластик. Это те, кто хорошо слушает родительский комитет тогда. Отлично. Циркуль, транспортир, штангенциркуль, наручники. Не знаю, у меня портфель папа носил, поэтому... А если изобразного, то, конечно, должно быть хорошее настроение, потому что без него учеба будет даваться очень тяжело. В рюкзаке должно быть у школьника пенал, карандаши, цветные карандаши, ластик, учебники, тетради. Но я для шутки сюда принесла поп-ит, еще плюшевого единорога и плоскогубцы. Интересно. Это для шутки. Это мой талисман. Ага. Ой, это твоя мама в первом классе, да? Ее баборада вот эта вот провожает в первый класс. Маме моей семь. Семь. Было. Ой, как красиво. Учебный день в школе начинается между восьмию и девятью часами утра. Урок длится 45 минут, хотя в наше время он длился 40 минут. А перемены от пяти до двадцати минут. Большинство детей в России учатся шесть дней в неделю. Пятидневка предполагается только в начальных школах. Можете ли вы вспомнить какие-нибудь типичные фразы учителей? У вас тут 33, а я одна. Вышел и зашел нормально. Я что, с учителями разговариваю? Учитесь хорошо. Слушайтесь учителей. Учительница по математике называла нас касатиками, типа, касатики мои, типа, вот такая тема. Вы знаете, я училась в необычной школе. У меня был хореограф, обязательно предмет хореографии. И вот у нее было очень много фраз. Придешь, ты, не знаю, с прической, не с правильной. Что ты пришла, как банно-прачечный вариант. Первый раз, первый класс. Учиться, учиться, еще раз учиться. Родителей в школу. А кто домашнее задание делать будет? Пушкин, что ли? После уроков к директору. Жвачку будешь отскребать от пола. Маме позвоню. Ну, вот моя первая учительница, у нее была такая фраза коронная. Без царя в голове. Или то, что голову дома забыл. Ну, наверное, самое еще такое распространенное. Голову ты дома не забыл. Когда тетрадку или домашнее задание не сделал. То, что голову дома забыл. Да. Если бы голова отстягивалась, ты бы ее тоже дома забыл. А голову ты дома не забыл. Если вы тоже ощущаете осенью внутреннюю потребность учиться чему-то новому, становитесь членами нашего сообщества. К каждому эпизоду вы получаете дополнительные материалы. Такие как список слов, карточки для их заучивания, упражнения по лексике и грамматике. А также можете обсудить с нами в Дискорд каждый выпуск, задать свои вопросы и предложить новые идеи для выпуска. Присоединяйтесь. Давайте с вами немножко поиграем в ассоциации. С чем у вас ассоциируется слово «школа»? Уроки. Уроки. Так. Домашнее задание. Учителя. Столовая. Важная вещь. Да вкусно просто. Плюшки вообще отмены делали. Детство. Учителя. Перемена. Продлёнка. С детством. Вот. Интересно. А у тебя? Со знаниями. Друзья. Друзья. А друзья, общение – это основное было. Перемены первое вообще по-любому. Ну, дружба, друзья как бы. Вообще мы до сих пор общаемся. У меня сразу ассоциация с бабушкой, потому что у меня была преподаватель бабушка. Цветы, встречи, ну, со старыми знакомыми и, наверное, что-то новое, начало чего-то нового, вот. Что ты думаешь, когда видишь школу? Я думаю, какие у меня, интересно, будут хорошие друзья. Ну, я иногда ещё думаю, буду я всё время пятёрки получать. Вы вспоминаете школу с ностальгией или с ужасом? С ностальгией. Учителя очень хорошие были. Да, которые повлияли уже на дальнейшую твою жизнь и послужили примером, так как мы сейчас будущие учителя, мы как бы берём примеры из вот своих учителей. Беззаботная жизнь была, хоть и на тот момент казалось, что там двойка, тройка, четвёрка страшно, а на самом деле было классно. Вообще, самый лучший этап в моей жизни – это школа. Я прям хочу вернуться, каждые полгода вспоминаю, думаю, блин, сейчас бы в школу. Вы вспоминаете школу с ностальгией или с ужасом? С ностальгией. С ужасом тоже есть моменты, ну, там чисто всякие контрольные диктанты, а так с ностальгией, типа, вообще только позитив в основном. Мне там даже снится там что-то иногда, и так бах-бах, типа именно позитивные моменты. Ну и страшные тоже снятся, но это больше вот контрольные там диктанты или что-нибудь такое. Скорее с ностальгией. Особенно младшие классы – это очень сильная ностальгия. Классно там было. Беззаботно. Хочется туда вернуться. Все говорят, вот школа закончится, и всё, и свобода, а не, а потом ещё университет, работа. А это уже совсем не школа. Но во фоне этого школу вспоминаю с ностальгией. Мне как-то, видимо, повезло с одноклассниками и с учителями. У меня не было каких-то конфликтов серьёзных в школе, там, буллинга и всего такого. Это большой пласт в жизни, который многое мне дал. Поэтому, да, я с очень хорошими воспоминаниями из школы ушла. Так, а вы? Что-то среднее между ностальгией и ужасом. Всякие ситуации были в школе. Была и романтика, и конфликтов тоже хватало. Я очень люблю свою школу. Удивительно, наверное, но я очень люблю. Вот. Мне очень страшно её заканчивать. Школа для вас, она больше даёт каких-то хороших впечатлений или плохих, ужасных? Ну, для меня больше хороших. У меня всё хорошо с друзьями, с оценками, мне всё нравится, и мне весело проводить там время. Вот сейчас летом я очень соскучилась, потому что там всегда есть какое-то занятие, есть что поделать. А вот когда просто там уже в конце лета нечем заняться, и вот думаешь, а вот зачем? Вот. Как тебе кажется, что тебя ждёт в школе? Мне кажется, меня ждёт в школе хорошие друзья и много знаний. Я очень люблю учиться, а теперь и учить. Наверное, поэтому у меня от школы остались только тёплые воспоминания. А какие воспоминания о школе остались у вас? Поделитесь с нами в комментариях. И до новых встреч! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok